Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Сусляков Денис Евгеньевич, начальник Центра дорожного и технического надзора и пропаганда безопасности дорожного движения ГИБДД России по Рязанской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте подведем небольшой итог за 2019 год статистически. Как много было аварий и сравним это с 2018 годом. На самом деле жаркая пора еще впереди, год еще не закончился. Но в общем хочу сказать, что год не прошел, а за истекший период времени наметилось небольшое снижение. Все-таки снижение. Это результаты нашей кропотливой работы. Также результаты и может быть правосознания участников дорожного движения, которое все направлено на снижение аварийности, снижение смертности на дорогах, детского дорожного транспорта, травматизма. Что касается на будущее, то есть на конец 2019 года, хотел бы обратить внимание, зима у нас как бы взяла небольшую паузу. И все еще гололеды, скользкость зимняя, все это еще впереди. И считаю, что следует всем участникам дорожного движения обратить на это внимание, подготовиться к этому. И в любом случае при наступлении неблагоприятных погодных условий просто быть осторожным на дороге. Какие нарушения чаще всего совершали водители? Чаще это нельзя так классифицировать по нарушениям. Другой момент, если отталкиваться от самих дорожных транспроисшествий. Основными видами которых являются съезд с дороги, столкновение, наезд на пешехода. Каждое дорожное транспроисшествие является следствием какого-либо административного нарушения, либо нарушения требований правильного дорожного движения. Основной вид дорожного транспроисшествия это столкновение. В основном это ведет выезд на полустречного движения, в местах, где это запрещено, наезд на пешехода, в местах, где пешеходу разрешено переходить и у водителя обязанность уступить дорогу ему. И либо съезд в кувет. Это в основном связано с тем, что водитель не выбрал надлежащий скоростной режим, соответствующий погодному условию. Это основные нарушения. За все эти нарушения у нас имеются административные санкции, которые успешно применяет госавтоинспекция Рязанской области. А как вообще ведется пропаганда безопасности дорожного движения? Пропаганда безопасности дорожного движения является как бы основной сейчас профилактическим средством к сердцам, умам, участникам дорожного движения. В основном мы влияем на детскую аудиторию, потому что что человек постиг в детстве, то откладывается его манера поведения на всю жизнь. Проводятся определенные мероприятия, которые влияют на сознание молодых участников дорожного движения. Проводятся школьные экскурсы, всякие творческие поделки. Это все оценивается, вручается призы, тем самым стимулируя интерес данного категории граждан молодых к осознанию безопасности дорожного движения и к праву сознания. Кроме того, ведется большая работа со взрослыми участниками дорожного движения. Это с водителями, с привлечением СМИ. Также отдельно проводятся рейдовые мероприятия, где конкретно, кроме санкционных мер, разъясняются правила безопасности дорожного движения. И не всегда это влекет административное наказание, так как законодательство нам разрешает предусматривать, например, меру замечания. Это также к сознательным водителям применяется, но не за грубые нарушения ПДД. Грубые нарушения строго караются. Какие еще важные вопросы были на контроле в этом году у госавтоинспекции? Самый главный вопрос – это профилактика. Профилактика дорожного транспроисшествия. Дорожное транспроисшествие, как я уже сказал, является следствием административных правонарушений. В настоящее время особое внимание уделено в явлениях грубых нарушений правил дорожного движения, выезд на пол, встречное движение, управление состоянием пьяным, управление несовершеннолетними транспортными средствами. Это такими, как мотоциклы, скутеры. В настоящее время это очень популярно и влекет наиболее широкий детский дорожный транспортный травматизм. С этим, как мы боремся, вот уже сказал я, и профилактическими методами путем рейдовых мероприятий, путем проведения пропаганды безопасно-дорожными посредствами СМИ, также посещаются школы и детские отдачи, вообще образовательные учреждения. Говоря о рейдовых мероприятиях, какие рейдовые мероприятия бывают, на что они нацелены? В основном они целенаправленные рейдовые мероприятия разрабатываются с учетом анализа аварийности по направлению самых основных очаговых мест дорожных транспортных происшествий. Там и производится профилактика тех нарушений, которые и стали следствием дорожных транспортных происшествий. Один из частых рейдов, который вы проводите, это рейд по правилам перевозки детей. Почему делается такой упор? Дети – это наше будущее, и этому уделяется большое внимание. Детский дорожный транспортный травматизм зачастую становится очень резонансным событием. И к этому очень большое внимание и общественность, и СМИ. И поэтому мы тоже как бы не отстаем от всех, и тоже хотим сократить детский дорожный транспортный травматизм. В свою очередь, хотел призвать всех автолюбителей к обязательному использованию детских кресел, люлик, обязательно пристегивать своих детей в случае, если 7 лет на заднем пассажирском сидении и с 12 лет на переднем пассажирском сидении. Кроме этого, не ограничиваться этими средствами, а также соблюдать скоростной режим и соблюдать правила выезда на полу встречного движения, ну и в общем транспортную дисциплину. Но вот говоря о мероприятиях для детей, будут ли какие-то особые мероприятия в предстоящем году? По линии пропаганды безопасности дорожного движения с несовершеннолетними, с детьми малого возраста, у нас запланирован большой комплекс мероприятий, направленных на популяризацию светоотражающих элементов в ночное время суток, что нам позволит снизить сами факты дорожного транспортного происшествия с участием детей, идущих из школ в школу. Особенно это актуально сейчас, так как темное время суток у нас преобладает на светлом время суток. Будет организована раздача данных светоотражающих элементов в школах, на подходах к ним. Также у нас организован родительский патруль из социально активных родителей, можно так сказать, который очень хорошо зарекомендовал себя в дисциплине самих же учащихся и несовершеннолетних при пути из школы домой и обратно. Также при региональной госавтоинспекции существует отряд юидовцев, юных госавтоинспекторов. Расскажите немного об этом. Данные отряды – это очень положительный момент, по всей России это есть. Где-то более креативно, где-то не так. В нашем регионе также это организовано, проводятся конкурсы областные. Дети показывают очень хорошие результаты, выезжают на федеральные конкурсы. В основном, даже, кстати, хочу сказать и отметить, что у нас даже сейчас подрастает смена поколений. То есть, те дети, которые были членами юид, уже подросли, учатся в выпускных классах. Их привлекаем к обучению тех детей, которые только начинают. Это очень положительный момент, что есть такие дети, которые интересуются правилами дорожного движения и неравнодушны к соблюдению этих правил другими участниками дорожного движения. Проводятся занятия с этими детьми. У нас есть определенная база на ТРЦ М5 МОЛ, где также проводим мероприятия, конкурсы по знанию правил дорожного движения. Ну и награждаем победителей. Это очень положительный момент. И это будет расширяться количество людей, участвующих в данном мероприятии и в данном движении. Юных инспекторов дорожного движения. Это очень позитивно. Как обстоят дела с пьяными водителями? Все-таки принимаемыми мерами данное зло в нашем городе и в области не удалось победить. Ездят до дорожного транспортного происшествия, провоцируют, попадают. Но с этим злом мы боремся. Каждые выходные и праздничные дни усиливаются наряды ДПС, может быть, другими даже службами. И проводятся негласные скрыты контроли. Данного административного правонарушения. Кроме того, большое внимание уделяется лицам, которые допускают данные правонарушения неоднократно. За это у нас предусмотрена уголовная ответственность. И уже значительное количество лиц понесли за это уголовное наказание. Я считаю, что все-таки мы добьемся в следующем году снижения этого, как и из года в год, снижения этого вида дорожного транспортного происшествия с участием данных водителей. А вообще какое наказание, если человек сел за руль в нетрезвом виде? В нетрезвом виде у нас наказание – это полтора года лишения водительского, 30 тысяч штрафа. В случае, если повторно, это если происходит после уже возвращения водительского удостоверения человеку, в течение года он совершает подобные нарушения, у нас уже предусмотрится уголовная ответственность за данные нарушения. Ну, как показала практика, данных мер недостаточно к водителям, которые допускают данные нарушения. Ну, будем привлекать их, привлекать и профилактировать, потому что они несут самое большое зло на наших улицах. То есть, в Рязани есть и водители, которые повторно садятся за руль в нетрезвом виде? Ну, как бы это такая не особо сильно профилактируемая категория лиц, но мы с этим боремся. Каждый водитель, который допускал нарушение управления в транспортном средстве в состоянии алкогольного опьянения, мы знаем. И, поверьте, не уйдет от ответственности, от повторно сев за руль пьяным. Мы говорим о пьяных водителях, но можно сесть за руль и под наркотическим опьянением. Бывало такое? Да, есть такие случаи. Не так и не чисты бы, если сравнивать с алкогольными опьянениями. Потому что идентифицировать водителя, который находится под незначительным наркотическим опьянением, это очень сложная процедура. Зачастую при направлении на медицинское освидетельствование результаты это освидетельствование приходится ждать несколько дней в связи с проведением химико-токсилогических исследований. Но, да, привлекаем. Также есть и неоднократно, тоже были такие случаи. Какие планы и мероприятия на 2020 год предстоящих? Продолжать активную работу по снижению аварийности, снижению смертности на дорогах, достижению правопорядка на дороге. Это наша основная задача. Денис Евгеньевич, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова